День народного единства В 1584 году умер Иван Грозный, проводивший политику централизации государственной власти, увеличивший территорию Руси в два раза и умудрившийся вести войны одновременно на несколько фронтов. В стране началась борьба за власть, которой просто не могли не воспользоваться соседи. Их не на шутку тревожило усиление России. Европейских католических правителей категорически не устраивал сам факт существования мощного православного славянского центра в Европе. На протяжении 400 лет они предпринимали безуспешные попытки захватить Русь и уничтожить православие, а местных жителей превратить в рабов и ассимилировать. И тут такой шанс. В авангарде атаки на Русь оказалось польско-литовское государство Речь Посполитая. Сначала польские власти отправили на Москву во главе огромного войска самозванца Лжедмитрия, выдававшего себя за последнего Рюриковича. А когда эта попытка не увенчалась успехом, попыталась открыто оккупировать Россию и уничтожить ее государственность. Разобщенные русские бояре были не способны дать решительный бой и одержать в нем победу. Страна теряла город за городом. С клоком друг с другом бояре уделяли гораздо больше времени, чем защите Отечества. В результате поражения русских войск в 1610 году польская армия заняла Москву. Русь познала весь ужас вражеской оккупации. Захватчики вызвали страшный гнев русского народа. За оружие взялась вся страна. В 1612 году ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского двинулось из Ярославля на Москву. 22 октября или 4 ноября по новому стилю ополчение взяло штурмом Китай-город. А 26 октября объявил о капитуляции польский гарнизон Кремля. Столица была освобождена. Полякам не удалось больше достигнуть в войне серьезных успехов, а 6 лет спустя последние отряды польской шляхты и ее союзников были выдворены с территории России. Смутное время закончилось. На Земском соборе был избран царь Михаил Федорович Романов. А Россия стала снова утверждаться как самое мощное государство Европы. Князь Пожарский в Китай-город вступал с Казанской иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память о победе. В 1649 году царь Алексей Михайлович в память об этих событиях объявил 22 октября или 4 ноября по новому стилю государственным праздником – Днем Казанской иконы Божьей Матери. В 20 веке Россию ждали новые смутные времена, подобные событиям 1584-1613 годов. В 91 году после распада Советского Союза во власть прорвалось немало жуликов, желающих лишить Россию самобытности, собственных ценностей и сделать ее жалким придатком западного мира. В стране расцвели коррупция и криминал. Государство слабело. Люди стремительно нищали. Смертность преобладала надрождаемостью. В некоторых регионах влияние местных организованных преступных группировок было сильнее, чем влияние официальных властей. В стране стали вспыхивать кровавые локальные конфликты. Территориальная целостность государства оказалась под угрозой. Правительства же стран Запада аплодировали этим так называемым реформам. О важнейших государственных учреждениях под видом советников-консультантов работали люди, не скрывавшие свою принадлежность к ЦРУ. Но ситуация стала стремительно меняться с конца 90-х, когда к власти в стране стала приходить новая команда патриотов-государственников. За годы нахождения во власти действующего президента России Владимира Путина ВВП страны удвоился. Был преодолен демографический кризис, существенно снизилась преступность. Экономика России стала крупнейшей в Европе и пятой в мире. Наша страна полностью возродила политическую независимость и вернула себе статус супердержавы, отвечающий за мир и стабильность далеко за пределами своих границ. Поэтому очень символичным стало решение Государственной Думы России 2004 года об объявлении 4 ноября государственным праздником – Днем Народного Единства. Ведь фактически в этот день отмечается объединение российского народа для освобождения от иноземного ига. В этот день наши взгляды устремлены в будущее. Этот день – великое напоминание об ответственности за нашу прекрасную страну, которую для нас сохранили предки и которую мы обязаны сохранить для наших потомков.